Доброе утро, уважаемые телезрители! Мы вновь продолжаем говорить о художественном убранстве главного храмового пространства. Дело все в том, что художественное решение интерьеров главного храмового пространства опирается на церковные каноны, но использует культурные традиции нашего белорусского народа, органично вплетая национальные орнаменты, символы и сюжеты в общую смысловую концепцию Собора Всех Святых. Сочетание местного культурного наследия и церковного канона положило начало новому явлению в устоявшихся рамках храмовой росписи. Художественный стиль росписи, примененный в храмовом пространстве, можно обозначить как фряжское письмо. Росписью стен занималась мастерская Палиски и Коностас. Художники-монументалисты и иконописцы проработали множество вариантов орнаментов, слудских поясов и фонов древнебелорусской иконы, представленных в Национальном художественном музее и в Историческом музее Белоруссии. Работа была непростой. Нужно было нащупать такое художественное решение, которое органично соединяет между собой фаянсовый иконостас, написание иконы и, собственно, сами орнаменты. И вот в местном ряду иконостаса это особенно ярко выражено. Справа от царских врат помещена икона Спаса Великого Архиерея – изображение Иисуса Христа, сидящего на престоле в архиерейском облачении. Здесь Христос предстает как новозаветный первосвященник, небесный царь и судья. Образ также истолковывается как единство небесной и земной литургии. Слева от царских врат икона Богоматери в типе «Державная». И вот в этом типе мы видим символы царской власти, которая хранит сама Богоматерь и младенец Христос, а значит, под их святым покровом и управлением находится наша земля. Четыре других иконы местного ряда, и мы говорили об этом в прошлой передаче, показывают собор белорусских святых, разделенных на четыре образа. В количественном отношении среди них преобладают мученики и новомученики. Поэтому праздничный ряд иконостаса заменен на страстной ряд, показывающий, что своим подвигом святые мученики уподобились Иисусу Христу, приняв смерть за веру, подобно Христу, пострадавшему ради спасения всего человечества. А рядом с ними небольшие иконы в иконостасе. И вот эти небольшие иконы и в иконостасе, и на стенах пространства храма не только представляют те заименитых святых благодетелей, но и расширяют тему всех святых, показывают святых разных чинов святости, разного времени и разных стран и эпох. Большую роль в декоративном убранстве храма играют орнаменты, разработанные специально для этого храма на основе традиционных белорусских орнаментов. Они украшают и зрительно организуют пространство. В орнаментах через элементы знаковой культуры запечатлено эстетическое осмысление деятельности человека, его фольклорно-поэтическое отношение к миру. Вот эта декоративная выразительность, ритмичность орнаментальных мотивов на глубинном, подсознательном уровне передают традиции национальной культуры. И человек, входя в храм, на эмоциональном уровне чувствует родное чужое. Через это образ всех святых, славящих Бога, связывается с местными традициями благочестия. Но, а сейчас мы с вами заглянем в алтарь. Алтарная часть храма оформлена в технике мозаики, в том виде искусства, которое в наше время получило активное развитие в мире. В произведениях мозаики изображения формируются посредством компоновки и закрепления на поверхности стены разноцветных камней. Смальты или стекла. И техническая сложность заключается в подборе мелких фрагментов смальты по цвету. Сам материал, стекло, имеет свою глубину, что создает эффект преломления света. И вот украшенный мозаиками храм приобретает некую сакральную наполненность. Мерцание, мягкий блеск смальты создает чувство таинственности, нерукотворности окружающего пространства, тех образов, которые обращены к вошедшему в алтарь. Работа выполнена безбелорусскими мозаичистами. Высокий художественный и технический уровень мозаик показывает, что в настоящее время отечественные мозаичные мастерские могут с успехом соперничать с передовыми мозаичистами мира. А сама программа алтарной части необычайно интересна. Она является авторским решением, не имеет аналогов. В верхней части помещено распятие Христова. В нижней части в центре Богоматерь на престоле. Слева и справа причащение апостолов, избранные святые. Центральное место в левой части алтаря занимает композиция «Не рыдай меня, Мати». В правой части – образ святого Иоанна Предтечи. А расположение распятия в конхе алтаря позволяет по-новому осмыслить величайшую тайну крестных страданий во имя спасения человечества. Крестная жертва, центральное событие и искупление становится кульминацией всего служения Христова, о котором Он сам сказал «На сей час я и пришел». Ну а дальше можно сказать, если цветовое решение главных сюжетов жертвенника и диаконика тяготеют к глубоким, приглушенным тонам, то композиция алтарной части отличается легкостью. Они выполнены в серебристой, светлой гамме, что создает ощущение парения, будто фигуры апостолов идут по облакам, образы святых светлые, фаны легкие, будто растворяющиеся в небесной дымке и сиянии. Все это, как нельзя лучше, соответствует содержанию центрального сюжета небесной Евхаристии. 14 октября этого года храм торжественно был освящен. Его сугубо наполнил Дух Божий. И в этом храме соединилось земное и небесное, прошлое, настоящее и вечность. Все мы с вами, как белорусский народ, возводили храм-памятник, чтобы познать самих себя. Ведь человек познает свою душу, вглядываясь в Бога, а народ познает себя через историю и традиции. Во что наши предки верили и во имя чего умирали? За что боролись? Кто был нашим недругом и кто наш друг? На все эти вопросы можно найти ответ в храме-памятнике. И в это радостно-волнительное время, когда праздничный накал уже поутих, и многие приходят в храм-памятник насладиться духовным благоуханием Божественной благодати, мы вновь и вновь выражаем искреннюю благодарность и главе нашего государства, а в его лице приносим благодарность всем нашим гражданам, друзьям и доброходам, которые участвовали в строительстве и созидании этого храма. Каждый своей мерой помощи и поддержки. Благодарю всех, кто сознательно делился частью своего большого или малого достатка по мере сил и возможностей. Благодарю всех, кто трудился при созидании храма-памятника и всех, кто молил Господа об успешном окончании строительства. Недавно одна прихожанка написала мне удивительные слова. Позвольте их озвучить. Придя на литургию в храм-памятник, я получила совсем новое ощущение. Наши современники почти везде, кроме тех, кому достались неразрушенные величественные храмы от дореволюционной империи, потеряли ощущение Дома Божьего. Кто я и кто Бог? При совершении служб в маленьких храмах, построенных из того, что было доступно, а тем более в комнатах каких-то других зданий человек, у которого жилье часто красивее убранства богослужебных пространств, ощущает себя чуть ли не непокровителем. Это происходит как-то само собой у испорченного грехом человека. А тут гордец переступает порог храма и становится на место. Храмовое величие реально смиряет. И в то же время это величие Отца. Мне трудно выразить, но это и смиряет, и возвышает одновременно, как человек, родившийся в знатном роду, понимает, как велики его предки перед ним, и в то же время принадлежность к высокому роду окрыляет. Вот какие необычные слова, смиряющие и показывающие твое место в храме. Что же после этого можно сказать в завершении? В храме памятники в честь всех святых и в память о жертвах спасению Отечества нашего послуживших можно отметить следующие важнейшие моменты, а именно. Тема белорусской святости осмысленна как составная неотъемлемая часть вселенского православия. Впервые в монументальной живописи представлен Собор белорусских святых. Ранее Собор белорусских святых писали только на иконах. В образах существующих и исчезнувших храмов представлены не только святые, но и святыни нашей страны. Таким образом, Беларусь предстает как наполненная храмами святая гора Афон. Каждый может найти свои корни, свой город, свою малую родину. Далее в оформлении интерьера использованы белорусские национальные орнаменты. Храм становится родным каждому белорусу на уровне элементов знаковой культуры. И, пожалуй, еще один не менее важный вывод. Никогда и нигде до этого тема отечественной святости не являлась кульминационной в оформлении интерьеров. То есть храм не только прославляет Беларусь и ее святых, но и является первым храмом в истории мировой культуры, где осмысление собора святых возведено в ранг основной художественной программы. В этом смысле дерзну высказать мысль храм-памятник является частью мирового художественного наследия. По мнению ведущих специалистов музея Андрея Рублева и Третьяковской галереи наш храм становится частью истории мировой художественной культуры. Здесь поставлены и успешно решены великие задачи духовно-богословские, художественные, патриотические. В наше время, как некогда говорил святой преподобный Сергий Радонежский, время ненавистной розни мира сего, важно дать нашим соотечественникам образ импульс духовного единения друг с другом, со своей стороной, со своей Родиной. Поэтому здесь каждый найдет для себя импульс к духовному преображению своей личной жизни. А потом малые победы, одержанные человеком в собственной душе, окажут влияние на его окружение. Важно запустить процесс, задачей которого мы видим большую победу духовного возрождения нашей страны. КОНЕЦ